МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А после она стала суперзнаменитой певицей. Теперь ее такая счастливая судьба расколота на до и после автокатастрофы на подмосковной трассе. Куда так спешила Шаврина? Что было на концерте перед аварией? Что заставило ее сделать роковой маневр прямо на подъезде к своему роскошному загородному дому? Может быть, ответы на эти вопросы мы получим в эксклюзивных показаниях выжившего в этой аварии водителя другой машины. Он дал их нашей программе. Роковой 36-й километр трассы Москва-Рославль. Ночь. После концерта Екатерина Шаврина вместе с сестрами торопилась домой. В только что купленную роскошную квартиру. Но, видимо, что-то забыла. Разворот через две сплошные. Удар. Темнота. 18 лет назад в такой же аварии с выездом на встречную полосу погиб ее муж. Сейчас погибла любимая младшая сестра. Даже время аварий одинаковое. 9.45 утра, так было с мужем, и 9.45 вечера, так произошло с ней. Что это? Злой рок, судьба, страшная закономерность? В чем причина страшного ДТП? Почему народная артистка так грубо нарушила правила? Свидетели и очевидцы в прямом эфире на студии продюсер концертов Екатерины Шавриной Иван Ильичев. Он был, ну, в числе последних, кто видел ее, он провожал ее с этого концерта, с которого она так спешила. Иван, здравствуйте. Иван, здравствуйте. Интересуется, и все эти разговоры очень долгие. Конечно же, пока не тревожим саму Екатерину Шаврину вопросами, потому что это невозможно. Пускай она придет пока сейчас хотя бы в нормальное физическое состояние, в психическое состояние. Потому что то, что случилось, это просто шок. У меня вот до сих пор сейчас трясутся руки. Мы виделись за полтора часа до случившейся аварии. Виделись не просто так, а виделись на концерте, вот о котором идет речь. Действительно, вы правы, сейчас она не хочет отвечать ни на какие вопросы, хотя ее... И к ней очень много вопросов, но вот один мой... Многие, очень многие все сегодня за нее, как и вы, волнуются. Екатерина Феоксисовна, как вы себя чувствуете? Вообще, она же обычно очень общительная, очень открытая, приветливая. Всем, а здесь вот видите. Да, вообще Екатерина Шаврина удивительный в этом смысле человек. Человек, который никогда в жизни не жалуется на свои проблемы, на свои болячки, как говорят. И хотя говорят, вот возраст большой, но для женщины вообще возраста нет. Потому что посмотрите на ее красоту. Это кадр вот этого выступления 21 марта за полтора часа до аварии. Вот здесь Екатерина Шаврина, ну что, не знаю, как сказать, случайность это или что. Она здесь исполняет песню, в которой слова живы будем, не помрем. Удивительно, как это все произошло. Случайного ничего не бывает. Не бывает. И, кстати, по поводу 21.45, ведь концерт, который планировался, вот этот творческий вечер композитора Александра Морозова, естественно, Екатерина Шаврина, главная звезда вечера, должна была выступать в финале этого вечера. И по сценарию, который я описал сам, она стояла в 21.45 ее выступление. Но она приехала в 6 часов на репетицию, и, соответственно, мы не хотели, чтобы она так долго ждала. Выпустили ее буквально в первых рядах, то есть в 8 часов вечера она уехала из концертного зала. Мы знаем, что она очень спешила, мы еще поговорим о том, куда она так спешила. Но прежде скажите, вот погибшая ее сестра Татьяна, ведь они были очень близки, они были вот как одно целое. Сказать, что да, близки, это не сказать ничего, это одно целое. Это Танечка, человек, который был для Кати всем. Вот она, да? Тяжело говорить, да, потому что мы были друзьями, и за полтора часа до аварии Таня меня обнимала и приглашала в гости, через неделю мы должны были встретиться у нее в гостях. Это светлый человек, который Кате помогала в жизни, Кате помогала с костюмами, с песнями, с фонограммами, со звуком на концерте, в гастролях всегда были вместе. Вот она на экране, Татьяна Мудрецова. Виталий, я знаю, что Татьяна даже сменила вас в свое время на посту, скажем так, продюсера, директора, Екатерины, да, и она уже не отходила от нее ни на шаг, никогда, да? Да, то есть я как бы передал эстафету. Да. Что она за человек была, Татьяна? Ой, ну, светлый, замечательный человек. Она очень быстро училась, потому что стать звукорежиссером, ну, это, в общем-то, надо иметь какое-то музыкальное образование. Знаете, она даже так шутила потом. Потому что, по-моему, самое главное в профессии звукорежиссера знать две кнопки, вкл и выкл. То есть такая, я говорю, ну, в принципе, да. Но действительно, она очень всегда записывала, и как бы она скоро, я уже ей доверял, часть звука за пультом, она сидела, и мы ездили. А вообще, вот, когда читаешь про Екатерину Феоктистовну, смотришь фильмы, она удивительно семейный человек, ей всегда была важна семья, даже здесь она была с двумя сестрами в машине, они ехали домой, дом, семья, для нее это важная была вещь? Это не просто важно. Вы знаете, если каждый из нас, имея родных братьев, сестер, вот взрослых, давайте честно скажем, вот как часто мы звоним друг другу, если в разных городах, раз в месяц, в полгода. Здесь, в ситуации, пять сестер, они каждый день, я подчеркиваю, каждый день друг друга обзванивали и говорили, как у тебя дела, каждый день. Отдевительно. Давайте услышим, как сама Екатерина Феоктистовна сравнительно недавно рассказывала о своей семье. Да, и она была, эта стержень была всей семьи. Папа водил паровозы, и он был такой смешной, он все время пел песни про водителей. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездила там шоферов, так как он уралиц был. Но был самый отчаянный шофер. И чтобы посмотреть, слышит ли мама, потому что он ее безумно любил, чтобы Феня слышал, звали Федька его Шаврин. Мама у нас была очень такая воспитанная женщина, она была из Бояр. Но у нас как, у нас пять сестер, один брат. Они рожали до тех пор, пока не будет мальчика. Мама не работала специально, чтобы детей поднимать. Но папа был категорически против, чтобы я была артисткой. Потому что я с малых лет пела, с четырех лет я начала петь, и уже где-то семи лет меня заставляли в школе учителя петь. Вот здесь прозвучало, что она вот для всей своей огромной семьи была стержнем. И как это ощущалось, наверное, людьми, которые входили в ее дом? Один из таких друзей Екатерины Шавриной, большой друг ее семьи Сергей Переверзев в нашей студии. Здравствуйте, Сергей. Сергей, вы знаете, я как раз очень хорошо знал Таню. Я с ней очень много общался, еще задолго до того, когда мы записали дуэт. И Таня была правой рукой, помощницей, все об этом знают. И она, когда выезжали в регионы, была... Ой, трудно говорить, комок в горло. Ее звукорежиссером сидел на аппаратуре, и мы как-то с ней пошутили однажды у нее дома. Я говорю, Таня, ну как вы вообще освоили эти азы? Это ж так трудно. Она говорит, Сереж, самое главное запомнить вкыл и выкыл, и чтобы был список песен. Ну, с большим юмором был человек. И, конечно, Катя она очень боготворила, любила ее безумно. Я даже вспомнил сейчас случай, вот стоя за кулисами, однажды мы пили чай у нее дома, и она говорит, я тебе дарила диск Кате или нет? Я говорю, нет. Она говорит, я сейчас подарю. У нее в гостиной такая стеночка стоит, и внизу у нее там диски были, афиши какие-то, и вдруг вылетел фотоальбом. А он такой вот был, ну, наверное, все помнят то время, когда фотоальбомы были картонные и фотоуголочки. И она открыла альбом, говорит, я тебе покажу Катю, где она молодая. И у вас в самом начале была фотография, где Екатерина с косой, с платочком, и фотография была немножко отклеена. И на обратной стороне была надпись «Моим любимым шавринятам от Кати». И Таня вспомнила, говорит, это нам прислала после своего первого концерта эту открытку и письмо, и я, говорит, сохранила эту фотографию на память. Как вы думаете, каково же ей сейчас осознавать, понимать, что она стала косвенной или не косвенной, в этом еще будем разбираться, но виновной в смерти одного из своих шавринят. Это безумно трудно, тут только нужен духовный наставник, который расставит все по своим местам, потому что справиться самому очень трудно. Даже наши педагоги из Гитиса, я сам окончил Гитис, когда узнали об этой трагедии, вот, мне говорят, а мы же ведь Катю помним. Говорит, она была такой яркой студенткой, говорит, что нас больше всех восхищала, она всегда с большой любовью рассказывала о своей большой семье. И вот, говорит, вот такой вот мы ее и помним студенткой. Я знаю, Владимир Александрович, я знаю, что вам удалось поговорить с дочерью Екатерины Феотисовны в эти дни. Правда, что сама Екатерина Феотисовна сейчас на грани самоубийства. Это может променировать по-разному, это трудно выразить. Микрофон. Трудно, наверное, определить состояние, это может только сказать Катя, но наш последний разговор с Эллой, когда я общаюсь по-громкой с Катей, с дочерью, да, говорю, Катя, запомни, пусть Бог будет рядом с тобою. Мы с тобой рядом всегда. Как она, как она, как она? Она сказала, когда Катя поняла, что Тани больше нету, она подошла к окну, открыла окно и сказала, Эллка, я сейчас к Тане пойду. Что это за состояние? Она, образ страшный, но он очень определенный. Ее отношение к жизни, к людям и к своим родным сестрам. Я думаю, что она сейчас, ну как бы сказать, она сейчас, Катя, тоже не живая. Вот пока она не живая. Все будет зависеть от того, как мы ее будем поддерживать, как будут складываться обстоятельства, чтобы душа ее вновь ожила. Потому что если нет, то и нет. Удивительное дело, когда даже на ее собственном сайте Екатерины Шавриной отдельно она сама о себе пишет. Очень люблю водить машину. Она всегда это подчеркивала. Действительно машина была ее частью всегда. По словам Тани, я знаю, что Катя Екатерина в 90-е годы работала в Германии концерты и гоняла по заказу автомобилей, чтобы поднимать детей, помогать родственникам. И если она водила уверенно неизвестные дороги, да, неизвестные траектории, то уж та дорога, которую она знала наизусть, ну здесь просто знает один бог, что могло там случиться в тот момент. Выживший водитель другой машины. Его эксклюзивные показания прямому эфиру. Что скажет он? В каком состоянии была Екатерина Шаврина, когда они так трагически столкнулись на этой подмосковной тразе? А также первые очевидцы ДТП в прямом эфире через пару минут. Россия в прямом эфире. Певица Екатерина Шаврина, ставшая суперзнаменитой певицей. Теперь ее судьба расколота на то и после автокатастрофы. На подмосковной трассе. Куда так спешила Шаврина? Что было на концерте перед аварией? Что заставило ее сделать роковой маневр прямо на подъезде к своему роскошному загородному дому? Может быть, ответы на эти вопросы мы получим в эксклюзивных показаниях выжившего в этой аварии водителя другой машины. Он дал их нашей программе. Казалось, это такая счастливая и безоблачная жизнь. Шаврина выглядит сильно моложе своих лет, а ей уже 71. Она любимая всеми народная артистка России, востребованная и на сцене, и в личной жизни. Всегда в окружении семьи. Родные сестры, а их у Екатерины четыре. Трое детей, внуки, племянники. Жизнь, как говорят, полная чаша. Вилла у моря на острове Кипр. Место встречи близких и родных. Сюда она собиралась поехать с семьей и друзьями в ближайшие дни. И, конечно, с помощницей на всех гастролях и концертах. Со своей любимой сестрой Татьяной. Но вмешалась судьба. Трагическая ошибка на дороге. И радужные краски сменились траурной лентой. Невольным свидетелем этой трагедии стала близкая подруга Екатерины Шавриной. Заслуженная артистка России Валентина Воронина. Валентина Валентиновна в нашей студии. Здравствуйте. Мало того, что дружите. Я просто хочу сразу сказать, что не настолько мы были близки с Катериной. Я больше дружила с Татьяной. Но поскольку я артистка эстрады, естественно, мы встречались на концертах. Было много мероприятий. И то, что я стала невольным свидетелем этой аварии, мы проезжали через 30 минут после того, как это произошло, потому что тоже она живет в Десне, сейчас переехала в Изумрудный, в Троицк. И мы тоже, я со своей семьей живу в Троицке. И так получилось, что со встречи мы ехали с мужем из Москвы. И проезжая 36-й километр, остановку, видели еще дымящуюся машину Аудио, видели Хонду, и сейчас, конечно, ужасно это говорить. Видели труп. Тогда мы не знали, что это лежит Татьяна. И долго переживали, думали, ну надо же, еще одна авария, где погибли люди на остановке. Мы не знали, что Татьяна, с которой мы общаемся уже 10 лет, встречаемся. И накануне, за два дня, мы обсуждали как раз программу, которая была на Первом канале, в которую принимала участие Катерина. И мы шутили, смеялись, как она отвечала, говорила, ну давай, звони, не пропадай, какие планы. И спустя два дня, на следующий день, мы рано утром уезжали опять в Москву. Дочь позвонила, говорит, мам, ты знаешь, бегущая строка, Катерина Шаврина попала в аварию. Тут же я набираю мобильный телефон Татьяны, тут же в машине еду. И племянница, которая ехала тоже в машине, Наталья, сказала, произошла трагедия, и Татьяна погибла. Вы знаете, я до сих пор не могу в себя прийти, мне в ушах голос Тани, ее такой жизнерадостный, веселый, позитивный, она такая смеющаяся, ну просто, они все как солнышко, все сестры, как Катюша, Танечка. И, ну, что я хочу сказать, что Катерина, конечно, прекрасный водитель. И вот эту дорогу, она же около 20 лет жила в Десне. Вот это Калужское шоссе, это дорога, которую она знает, как свои пять пальцев. Вот не хуже, не ее знают эта дорога люди, которые там живут, оказались не единственным очевидцем, понятна дорога. Лучевшегося, давайте услышим еще одного свидетеля. Сначала был удар, а потом вроде как вот тормоза там вроде. Машина была вот там, на той стороне, вы видите, там вот выбиты два абордируевых камня. Вот, два абордируевых камня. Но машина стояла вроде бы там, уже в бордюре. Одна женщина где-то лежала, вот, а у самой Шевриной в машине уехала две сестры, вот, одна, не знаю, то ли ее не довезли до больницы, то ли там сразу стало уже, говорят, что у нас сестру потеряла. Еще один местный житель приехал к нам в прямой эфир. Он знает хорошо эту дорогу. Шухрат Норулоев. Здравствуйте, Шухрат. Шухрат, что видели вы? Мы сидели рядом, живем там, дом. И громкий хлопок такой, там, шум такой поднялся. И мы вышли тут, мы знали, что авария опять тут. И вышли тут, и видели, что машина летела в остановку, в сторону нашего забора. И там и труп лежала женщина под остановкой, там, где бордюр, там. И труп женщины увидели еще одна. И Ауди там рядом еще, там, разбитая, дима, она загорелась, все там. И МЧС-ники там, скорые сразу быстро все пришли, там, и свыли. И женщину видела, водитель Хонды, как вышла сама там, она в шоке была или так. И скорые взяли ее, посадили. Когда увидели эту аварию, вы узнали пострадавшей, свою соседку Екатерину Шаврину? И как она себя вела? Нет, мы не знали ее. Я только вчера, вот, по телевизору, там, в новостях знал, что это, оказывается, Екатерина Шаврина. Там, даже не знали. Но, то есть, ее состояние вы не могли оценить, да? Нет, ну, она сама уже в скорую подошли, забрались в руку. Ну, нормально, она сошла в скорую. У нее разбито было с правой стороны, там, лицо разбитое, кровь пошла. А потом в скорую, немножко, да, посмотрели, опухло там, лицо разбитое было. Мы не знали, что думали. Давайте дадим слово самому выжившему в этой катастрофе водителю другой машины, который врезался в Екатерину Шаврину. Слово Евгению пострадавшему. Вот как он описывает то, что случилось. Водитель Ауди, врезавшийся. Я двигался по направлению из Москвы в область. В крайней правой полосе. На встречу мне ехал поток автомобилей. И, получается, неожиданно, то есть, передо мной, где-то в этом районе, стало выходить на меня на встречную полосу. Ну, автомобиль Хонда, внедорожник. Как бы это было все неожиданно. И успела нажать на тормоза, но это не помогло, потому что расстояние было очень минимальное. Мокрый асфальт, резина на шипах. И, уходя от лобового какого-то столкновения, въехал в машину. Здесь прозвучало, как хорошо водит и всю жизнь водила Екатерина Шаврину. Но здесь было пересечение через две сплошные. Безусловно, это, конечно, ужасная трагедия. Что может быть страшнее, когда ты уносишь жизни каких-то людей, а когда эти люди еще и твои близкие? Это, конечно, очень страшно. Я не представляю, что сейчас испытывает Шаврина. Но, действительно, давайте разберемся в деталях. Налицо абсолютно грубейшее нарушение правил дорожного движения. Да, закон есть закон. Пересечение двух сплошных. Вот кто-то здесь присутствующих, может быть, владеет информацией о том, проводилось ли освидетельствование. Потому что в случае получения травмы различной тяжести, освидетельствование должно проводиться в любом случае. Не говоря уже о том, если последовала гибель людей. И, как я понимаю из данного ролика... Сейчас прерву вас, Саша, потому что вы заговорили об освидетельствовании. Чтобы ответить на ваш вопрос, что говорит сам пострадавший, выживший в этой аварии Евгений об освидетельствовании. Я бы свидетельствовал, что ее как бы увели в карету скорой помощи, и мы бы увезли. Все. Провезти ее на алкоголе и так далее. По-моему, должны делать со всеми людьми. А не так, чтобы меня отвезли, не обращая внимания на мое состояние или что. В общем, отвезли на свидетельство, на Рафа-Минске. То есть бумажку у меня с собой. Что ни алкоголя, ну, как бы ничего. Состояние опьянения не установлено. Ну, тут все, котельская, все как положено. Видите, его отвезли, а ее нет. Может, она была не в том состоянии, чтобы ее везли на свидетельство. Если мы сейчас будем о том, что карета скорой помощи, карета скорой помощи в любом случае повезла ее в ближайшую больницу, и в ближайшей больнице обязаны были провести освидетельство. Другое дело, что мы пока можем не вводить информации, каков результат. Нет, нет, нет. И скажите, пожалуйста, вы как человек, проживающий там рядом, я как понимаю, она хотела тем самым уйти на поворот, развернуться, то есть там какая-то дорога есть, куда она хотела свернуть? Разворот там сейчас. Нет, разворота нет, я имею в виду, поворот есть туда, в поселок какой-то. То есть я же понимаю, этот маневр должен ничем-то объясняться. Может быть, вы знаете, что могло ее двигать, чтобы пойти на такое нарушение? Дело в том, что Катерина, она очень здравомыслящий человек. То, что сейчас мы говорим о том, была в каком она состоянии, то, что она не была пьяна, я уверена, на 150%. Такого просто быть не могло. И все, кто знает ее, могут это подтвердить. Но вот вы говорили, Катя, что у нее довольно агрессивный стиль вождения. Ну, может быть, не агрессивный, а уверенный такой в себе. Она смелая, она энергичная, она деловая. И, естественно, это как бы на манере вождения. Это говорит о том, что она принимает решения. Да, но вы же ездили вместе, Катя, да. Мне самое основное, что смутило в этой истории, мы просто писали программу, я по второй профессии еще журналист, мы писали с ней программу, вот как раз кадры, что ремня как 10 лет назад не было, так его и нет сейчас. И все вот эти подушки, которые там повыстреливали, и удар был уже в завершающем, если обратили внимание, там задняя дверь и колесо. То есть она уже практически заканчивала маневр, и он приехал. У вас там на схеме немножко неправильно, у вас ауди в левом ряду. На самом деле она была в правом ряду, и он об этом говорит. И вот посмотрите на удары. Поэтому здесь мне хочется сказать, что, конечно, это все ужасно. Она не пристегивалась тогда, и сейчас... Ну, я вижу, что по ходу, вот посмотрите, все постреляло. То есть это довольно сильная история. И вот лицо, о чем говорит человек, да, то, что это как раз удары от подушку. Я 12 лет преподаю вождение, и первое правило, естественно, обязательно пристегивать. Она этого не делала. Вот вы сказали уверенный стиль вождения, может быть, слишком уверенный был, самый уверенный даже. Давайте услышим, а как произошло столкновение из уст самого Евгения, водителя другой машины. Водитель Ауди. Ну, автомобиль Хонда стоял вот здесь, вот под таким углом. Вот, на углу этой площадки. Человек лежал вот чуть подальше здесь. А мой автомобиль стоял на углу этой площадки. Остановки. Чуть-чуть дальше. Ну, это удар, вот, Олег Митонович, то есть нарушение налицо. Чье, кто все-таки виноват в этой аварии? Ну, нет. В любом случае, виновник будет установлен по результатам, в том числе, макочистик экспертиз, который зачастую длятся по нескольким месяцам. Очень большая нагрузка на экспертов. Но здесь, в данном случае, налицо пока тот факт, что был выезд на полустречного движения. Какие были мотивы, какие причины, это уже будет уточняться в ходе следствия, никак иначе. Но то, что было грубейшее нарушение права дорожного движения со стороны водителя Хонда, здесь очень точнее. Вот в каком состоянии была Екатерина Феоктистовна? Давайте услышим самого Евгения, водителя Ауди. Сенсационное, может быть, самое главное заявление нашего эфира. Состояние у него было, как бы, неадекватное. То есть, либо это шоковое состояние, либо состояние опьянения. То есть, не знаю. Конечно, шок. Конечно, шок. А что вы говорите? Вот здесь люди, которые знают, какой характер жизни у Шаврины. То есть, это человек, который все время на каком-то энергетическом подъеме. Который всегда впереди. Она никогда не трусная, не хмурая. Друзья, все же хочется услышать ответ. Почему она делала поворот? Там какая-то второстепенная дорога есть. Она поворачивалась. А с какой скоростью ехал Аудио? С какой скоростью мог ехать Аудио? Аудио. Причем тут Аудио? Состояние, что здесь прозвучало, обвинение практически водителя, что она была неадекватной. Борис, а как после аварии человек может себя чувствовать? В каком состоянии она уезжала с концерта? Вот мы видели. Десятки свидетелей, которые... Гримёрка была очень маленькая. Все раздевались в одной гримёрке и мужчины, и женщины. Народные артисты России и, в общем, всех стран мира, которые туда приехали в этот день. Во-первых, не было алкоголя вообще на площадке. Во-вторых, Шаврина никогда не пьёт. Я свидетель того, я 10 лет с ней знаком. На разных концертных площадках, даже там, где какая-то компания. Шаврина тот человек, который не может даже разговаривать с пьяным человеком. То есть она поздоровается, улыбнётся и отойдёт от этой компании. Она не переносит сама запах даже алкоголя от человека. Но пила ли она сама какие-нибудь лекарства? Ведь она работала на износ. Вы были свидетельщиками. Скажу честно, мы работали много, и в марте она тоже неоднократно участвовала в мероприятиях. Бывали случаи, когда, например, чувствовался запах алкоголя. И это как-то настораживало, потому что, ну, понятно, что у человека 10-15 перелётов в месяц. Накануне этого концерта... Это очень востребованная артистка, да? Несмотря на то, что не каждый день в эфире, но это народная артистка России. Символ России. Все её песни, её голос. Дело в том, что балокардин как раз относится к разряду тех препаратов, которые могут дать показатели определённой сохранности. Там фенобармитал содержится. Определённые показатели. И сейчас результат в свидетельстве не может быть содержания. Мы знаем, что у неё же какое-то время назад она инфаркт даже пережила тоже. Она переживала инфаркт. Были случаи, когда ей становилось нехорошо на сцене, она падала, теряла сознание на сцене. На этом концерте, она разговаривая с Анней Веской, они вместе общались в этой же гримерке, и мы все слышали этот разговор. Она сказала, сколько же я буду ещё работать, когда это вот как бы вот, ну когда же я остановлюсь? Она произнесла такую фразу вот на этом салон-концерте? Абсолютно точно, да. Все это слышали, она говорит, я буду работать, пока вот я сама не остановлюсь. Вот они вместе. Она правда работала на износ? Она работала на износ, она жила на износ, она чувствовала на износ. Это, 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 все знают, кто её знает, и зрители, и мы артисты, и близкие друзья. Я хочу сейчас призвать всех нас, кто находится в студии, кто говорит, кто чувствует, кто слышит, давайте будем аккуратнее в словах. Слово неадекватно, оно имеет свой смысл. Говорим, что она была виновата, извините. А в студии никто это слово не произносил. Это только следствие, какова была причина. Если вдруг, давайте, если у машины отказали тормоза, могло это случиться? Конечно, могло. Могло случиться, и всё сразу меняется. Могло колесо взорваться, но поймите, это не снимает ответственность с водителя, который управляет данным транспортным местом. А какова, Жанн Дальевич, какова ответственность в таком случае? Если будут какие-то моменты связанные, ну, колесо взорвало, покрытие дорожное, достаточно серьёзную дырку, да, и машину просто толкнуло. Вот эти причины, конечно, выведут Екатерину Шаврину из поля уголовной ответственности. Но если произошло что-то, чего мы не знаем, не временное отключение, не сердечные приступы и так далее, к сожалению, тогда возможно уголовная ответственность. Но, может быть, в таком возрасте не стоит уже, в таком состоянии, когда она работает на износ. Я знаю, вы ездите с водителем, куча людей ездит с водителем, а она сама, может быть, не стоит садиться за руль, Денис. Смотрите, категорически не согласен с такой точкой зрения, потому что, если посмотреть статистику дорожного транспортного происшествия, гораздо больше смертельных случаев приводит молодёжь. И у сапёров, и у автомобилистов есть понятие второго или третьего года, как считают разные эксперты, когда водителю кажется, что всё возможно, и он попадает в самый страшный ДТП. Но мы с вами не будем запрещать молодёжь садиться за руль. На мой взгляд, и здесь нельзя так же говорить. Опытные водители с большим стажем, я думаю, она знала, что она делала. И, возможно, какая-то неприятность, какое-то несчастье, может быть, ослепление помешало ей. Что говорит сама Екатерина Шаврина о своей манере вождения, а также, куда же она так спешила в тот роковой вечер? Мы увидим эксклюзивные кадры того самого концерта, её последнего выступления перед аварией. И, может быть, эти кадры нам дадут ответ на вопрос, в каком она всё-таки была состоянии. Продолжим через пару минут. В России в прямом эфире. Певица Екатерина Шаврина. Теперь её судьба расколота на до и после страшной автокатастрофы на подмосковной трассе. Куда так спешила Шаврина? Что было на концерте перед аварией? Что заставило её сделать роковой манёвр прямо на подъезде к своему роскошному загородному дому? Почему пострадавший водитель другой машины утверждает, что поведение певицы было неадекватно? И какое наказание ждёт народную артистку? В темноте, в слепой зоне, певица решила пересечь две сплошные. И тут же удар, отъехавший навстречу Ауди. При сильнейшем ударе осколки засыпали салон. Продукты, лежавшие в багажнике, превратились в месиво. Сестра Татьяна сидела на переднем сидении и от полученных травм скончалась на месте. Пассажира на заднем сидении, старшую сестру Раду, срочно увезли в больницу. А ещё два часа назад до страшной трагедии она пела на сцене. Срывала бурные аплодисменты и принимала букеты цветов. Вот эти тюльпаны. В свете софитов и... В крови на заднем сидении. Что же стало причиной ДТП? Неисправность автомобиля? Усталость звезды? Препятствие на дороге? Правда ли, что Шаврина выпила, прежде чем сесть за руль? Ответ, может быть, у коллеги Екатерины Шаврины. Он выступал с ней на этом самом концерте, после которого она так стремительно куда-то торопилась. И певец Игорь Наджиев в нашей студии. Здравствуйте. Здесь прозвучало страшное до рекламы слова, что она сейчас в таком состоянии, Екатерина Тяксенко, что она готова покончить с собой. Она в ужасном состоянии. Правильно ребята говорят, когда вот я тоже узнал эту информацию, что она открыла окно, подошла к нему и говорит, что я жить не хочу. Понимаете? Как можно говорить? Не добивайте человека в горе. Вот всё, что можно сказать. Потому что то, что в её душе сейчас, какой суд в её сердце, боль-то, только Бог один знает. Игорь, а никто не пытается добивать. Мы в данной ситуации констатируем факт того, что, ещё раз подчёркиваем, налицо грубейшее нарушение правил дорожного движения. И давайте всё-таки с вами, вот я больше чем уверен, мы же должны с вами разобраться, да, что это там действительно плохое покрытие дорожного полотна, может быть колесо взорвалось. Но мне всё-таки так кажется, вот почему-то мне кажется, что там рядом, недалеко находится дом, где проживает наша уважаемая народная артистка. И скорее всего, вот этим манёвром она пыталась просто развернуться, тем самым срезав дорогу к дому, куда они так спешили. Ну сейчас мы не можем об этом говорить. А нет, ну скажите, вы же знаете, она там живёт, скажите, а вы бывали дома, Игорь? Скажите, она там живёт? А, вот, конечно, Игорь, вы там бывали у неё дома в гостях. Она сейчас продала дом, по-моему, и купила квартиру в Изумрудном. Ну она там живёт, куда она ехала? Да. Вот это такой элитный коттеджный посёлок, посёлок таунхаусов Изумрудный, вы бывали у неё, да, Игорь? Она вообще... Она жила для своих сестёр, она жила для своей семьи, она всё хотела сделать для того, чтобы все, как говорится... Любой отец, мать, жила для своей семьи. Но у вас есть, сейчас, вот просто есть прозвучало, у вас есть ответ на вопрос. Она действительно могла вот пойти на такое серьёзное правонарушение через две сплошни, чтобы быстрее к себе домой заехать? Не думаю, не думаю. Не могла, не могла, не могла. Она была такая аккуратистка в вождении, потому что сколько она меня подвозила, она такая аккуратистка была в вождении. Давайте услышим, что её саму, что она сама говорит о своём вождении. Только на превышение скорости у меня одно нарушение, потому что я всегда почему-то опаздываю. Сейчас вообще очень строго в Москве, очень много, ну как вам сказать, хорошо стали следить за нарушителями. Я не нарушаю в ущерб другим водителям. Я нарушаю только не мешая другим водителям. Я вам честно скажу, это беспрекрасно. Потому что я его жутко не люблю, когда мешает мне вот ехать. Занимает вот левую сторону, левую полосу. И вот прётся он 70-80 километров там. Что ты лезешь в левую, на левую полосу, если ты едешь с такой скоростью? Ну дай людям проехать. Катя, ну правда ощущение, что она срослась с машины? Может быть тебе подвело это чувство уверенности? Или всё-таки она гоняла? Подождите, я бы не стала вешать ярлыков. Мы это снимали лет 8 назад. И я вообще считаю, что в аварии виноваты два человека. Потому что ни один, ни второй не смог избежать. Всё правильно. А говорить, что кто там что нарушил, в чём история, смотрите. Это первичное-то нарушение. Подождите. Вот для меня в аварии, да, первое и важное, это человеческая жизнь. Поэтому если и один, и второй смог избежать, даже если противоположный товарищ нарушил, это уже плюс. Поэтому здесь, мне кажется, вы все говорите о том, что стаж там 30 лет, 40 лет, но это всё по прямой. История-то в чём? В том, что просто не хватило опыта ни у того, ни у другого почему-то. Денис, но действительно, картина могла быть такова, ведь мы знаем, что водитель Ауди Евгений врезался в заднюю часть машины Шаврина, и когда она тоже закончила манёвр, может быть, он отвлёкся, может быть, он не увидел, может быть, действительно значительная доля вины на нём. Ой, пронесло, я хочу обратить внимание всех на кадры, которые были только что. Обратите внимание, Катя, рассказывая, отвечая на вопросы журналистов, она всегда была сознанием и вниманием вся в дороге. Обратите внимание, я десятки раз рядом с ней. На любой мой вопрос рядом с ней я получал ответ через дорогу. Катя не теряет понимание. Давайте вернёмся. И на старуху бывает прорук. И на старуху бывает прорук. Давайте вернёмся к водителю Ауди. Евгению, что говорит он, его показания. Пришёлся. Здесь как-то, ну, отчетливо видно. А здесь, видимо, мой капот, так сказать, вошёл в это место. Боря, ты понимаешь, Боря? Он показывает, куда вошла машина. Это авария, мне напомнил... Куда он врезался? Вспомнилась авария, которая произошла с Людмилой Соколовой и Майей Булгаковой, когда Булгакова погибла. Тоже они вдвоём ехали, две пожилые женщины. Как ни крути, но всё равно ей 71 год, ей не 40 лет. Это первое. Ничего. Это просто вот это. Второе. Екатерина Шарина всегда была жизнедрадостной молодой женщиной. Для любого выступления у актёра очень сильно поднимается эмоциональный подъём. Она в любом случае становится агрессивной. Это наша реальность. Всегда. Возбуждена, когда она так не агрессивна, но возбуждена. Возбуждена, но возбуждена. Всегда возбуждена. И я считаю, что виноват, в чём-то степени виноват и организаторы, которые не обеспечили ей водителя. Это всегда должно быть так. Давайте дадим вам сказать. Это всегда должно быть так. Должен после концерта артиста должен вести водителя. Вообще это концерта тоже. Артист всегда эмоционален в любом случае. Вам слово. Во-первых, я тоже артист. И третье, я хочу сказать, извини, Ваня, перебью. И третье, я не знаю, как у кого, но вот у нас, сколько я работал с артистами, мы никогда не брали в машину цветы, которые нам дарили на концерт. А что это какая-то? Никогда. Это плохая примета. Есть такая примета, такая есть? А мы всегда берём. У них плохая, у нас хорошая. Это упаси, господи, какие-то у вас уже какие-то предрассудки. Да. Может предрассудки. Может предрассудки, но вы знаете, сколько, сколько мы ездили. И живой, а там смерть. Не о, но течь прозвучала, у Лёни прозвучала важная вещь про её состояние во время концерта. Игорь, вы выступали с ней на одной сцене, ставили. Куда она так спешила с этого концерта? Ну она же всегда, она по жизни, она торопится жить. Она торопится жить. Она торопится донести радость людям. Она торопится приехать туда, где её ждут. Она торопится, она собиралась на Кипр скоро. На Кипр, да. На следующий день. На следующий день. У неё там тоже есть дом, да. Она хотела отдохнуть. Отдохнуть. Всё-таки она была уставшая очень сильно. Да? Не в этом дело, но это стечение обстоятельств. Но это с каждым может случиться. Понимаете, Горечка, милый. Но это вот может быть отдохнувшим, загоревшим. Вы поймите, мы сейчас не пытаемся линчевать. Но нарушает правила через две сплошные надежды. Мы сейчас не пытаемся линчевать строить. Понимаете? Но человек, будь то депутат, будь то чиновник, будь то артист. Тихо! Вне зависимости от уровня народной любви, он должен отвечать по закону. Да, да, да. Понимаете? Тем более, что у близких человек. Мы говорим о том, почему это произошло. Вот в этой ситуации может разобраться только следствие. 72 года или 85 лет. Но всё-таки, давайте увидим, в нашем распоряжении оказались эти эксклюзивные кадры последнего перед аварией выступления. Екатерина Феоктистной на сцене. Давайте увидим, может быть, они нам дадут понять, в каком она была состоянии во время аварии. Да, Дмитрий Евгеньевна, но просто невероятно, что ей, когда здесь напоминает 71 год, что-то невероятное, как она работает. 22! 22! 22! Дмитрий Евгеньевна, но не понимаете, о возможности дамы не принято говорить. Извините. В шикарном состоянии. Вот именно такой мы её знали. Это её адекватное состояние. Не знаю. Но, может быть, это обманчиво. Кроме того, она ехала с сёстрами в Италию. Может быть, она могла отвлечься с ними, о чём-то заговорить. Они спорили когда-нибудь вот. Ну, они постоянно, конечно, что-то обсуждали. Может быть, ну, как я могу, вариант. Может быть, она проехала поворот какой-то, что-то заговорились. Володя, я хочу сказать, что в любом случае, актриса такого уровня, как Шаврина, народная артистка России, она имеет полное право иметь водителя, который будет её водить. Ну, она, наверное, не имеет права перескать для спасты. А вот те люди, которые находят... Сейчас, 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 заставить. Вот именно. Понимаете, чем всё? Понимаете, если любите её? Э-э-э, ребята, ребята, извините, вы о чём, понимаете? Она любила водить сама, но это тут... Мы говорим о том, что она должна ещё петь для людей и дариться радость ту, которую она излучает. Денис, но, может быть, часть вины на водительной Ауди тоже есть. А сейчас она в страстном состоянии, Володя. Безусловно, потому что нам кажется, что деформация пудров машины довольно сильна. Вот. И вина, в том числе и пассивной, да, части, лежит, на мой взгляд, на обеих водителях. Во-первых, однозначно похоже, что пассажир был не пристёгнут. Точно так же не имел технической возможности избежать этого столкновения и водитель Ауди. И, может быть, Ауди даже шло с превышением скорости. Вполне возможно. Но у водителя Ауди, как вы думаете, была возможность избежать столкновения? Это зависит от скорости. Присоклюдение правил, безусловно. С какой скоростью он двигался и от этого зависит, мог ли он избежать. Авария произошла в пределах населённого пункта. То есть, правильно будет исследоваться вина обоих водителей, Жан Борисович? Пока не будет проведена автотехническая экспертиза, пока результаты не появятся, которые чётко скажут, кто сколько, с какой скоростью, какой тормозной путь, была ли возможность избежать. Это всё гадание на кофейные шпы. И не надо говорить, о том, что мы договорились уже до того, что... Мы сейчас высасываем из пальца все эти варианты. Подлость и наглость. Вот Игорь Наджиев говорил о том, что она очень много работала, в том числе и для своих семьи, для своих сестёр, которые жили вот и в том доме в Изумрудном, а этот дом оказался в плохом месте. Давайте услышим местных жителей. Видела вечером, что подъехали три скорой помощи. Одна, вторая, третья. Значит, подумала, что кого-то сбило на остановке. Здесь раньше была камера, и машины могли немножко ехать тише. Сейчас, вы видите, с такой скоростью несутся по населённому пункту. Это хорошо, что Шаврина здесь. А если простой смертный, никто бы об этом и не вспомнил. Как и не вспомнили о том, что с другими людьми было. Простой бы смертный, бы человек умер. Вот простой смертный человек. Да? Никто бы ничего, никакого бы шума ничего не было. Меня саму лично вот на этой дороге дважды сшивало. Ну и шумал не так, что я не упал, а зацепили. Вот залогайте, хорошо, что я не упал. И зимой, и лето, в два раза шумал. Неужели эта дорога принесла трагедию в семью Шаврины? Зайдём в больницу к пострадавшей сестре Екатерины Шавриной. В какое она сейчас состояние, а также что заставляла народную артистку работать так много, по 24 часа в сутки? Ответ через пару минут. Судеба, судеба, судебинушка, будь ласкова со мной. На всех любимом эфире Екатерина Шаврина. Теперь её судьба расколота на до и после страшной автокатастрофы на подмосковной трассе. Куда так спешила Шаврина? Что было на концерте перед аварией? Что заставило её совершить тот роковой манёвр? Прямо на подъезде к своему роскошному загородному дому. Почему пострадавший водитель другой машины утверждает, что поведение певицы было неадекватным? И какое наказание может ждать саму народную артистку? Пьяные, уставшие, злые, сонные звёзды попадают в аварии как-то уж слишком регулярно. Актёр Даниил Страхов протаранил мотоцикл. Российский режиссёр Андрей Кончаловский, не справившись с управлением, отправил родную дочь в реанимацию. Нетрезвый певец Витас переехал велосипедистку и в состоянии аффекта напал на пострадавшую и подъехавших полицейских. Но случай Екатерины Шаврины он совершенно особенный. Певица с 40-летним стажем вождения славилась безупречной ездой и непереносимостью алкоголя. Только куда она спешила? Заработать? Ведь в новой роскошной квартире звезды заканчивался дорогой ремонт. Более 20 миллионов потратила она на роскошные 400 квадратных метров. Вся мебель была привезена из Италии. Неужели дизайнерские интерьеры заставили Екатерину Шаврину торопиться? Знает её близкая подруга. Певица Маргарита Суворова. Здравствуйте, Маргарита Николаевна. Маргарита Николаевна, куда так могла спешить Екатерина Шаврина? Что её заставило пойти на это серьёзное нарушение через две сплошные? Я хочу сказать, что вот Катенька столько любви получила на этом концерте. И от нас, от артистов, от зрителей. Её вообще все так любили. Она так прошла. Я сидела, значит, вот она вот так работает, а я в кулисе сидела. Всё её выступление я смотрела. Она великолепна была. Просто великолепна. И я не знаю, она ведь, она у нас единственная вот в своём жанре. Она одна так работает, так горячо, так естественно, так весело даже, я бы сказала. А вот всегда было так, что её большая семья, сёстры, дети всегда были с ней. Даже на концертах. Вот, я, значит, здесь раздевалась, здесь Катенька сидела и Танечка. Тихое создание. Ангел, ангел. Ангел хранит. Я не могу вообще говорить, у меня всё время слёзы, я третий сутки рыдаю. Она получила, Катя получила столько счастья и любви от всех нас. И вообще там остановка на концерте была, просто каких не бывает. Все друг друга любили. Вот я говорю с вами, у меня мураши бегают, просто невозможное что-то было. И, конечно, я была потрясена, когда я узнала, что произошло, потому что она потрясающая артистка. И я вот, я, конечно, может быть, нехорошо скажу, но мне вот кажется, что кто-то ей позавидовал. Её успеху, её красоте. А глаза, вы не видели вблизи её глаза? Это не глаза, а лампы. Я ещё три раза сказала. Давайте услышим, как она сама говорила о своей популярности. Екатерина Феоксисовна, вам слово. Популярная стала очень рано, благодаря Пономаренковским песням. Прозвучала два раза по радио. В «Добром утре» была такая передача популярна «Доброе утро». А для меня была написана песня «Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой?» «Лин-ди-лин-ди-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Или там «Тополя, тополя-ли-ли-ли-ли». Иногда так говорили, вот до меня доходили слухи, что «Ой, Шаврина такая зазнайка» ну в те годы. «Ой такая зазнайка, ой такая выброшу». «Да зачем мне зазнаваться?» Я работала, жила на Петровке, сын у меня был, за квартиру надо было платить. Я мыла три подъезда в этом же доме. Потом я устроилась с ЖЭК, меня перебросили на Петровку 20. Я там была на подъезды, и у меня все время были деньги. Она труженица была, она всю жизнь работала, да, Виталий? Была и есть. Конечно, вот в этом ее еще, может быть, беда, что она не могла... Была и есть, да, ну вот до этой трагедии, да. Оставится, знаете, вот живет в доме, ой, что-то не то, хочу вот там на Кипре еще. Она постоянно меняла, больше трех-четырех лет она не могла в одном месте жить. Вы знаете, она сама говорила о том, почему... Вот вы сказали, что она все это строила для своей семьи. Давайте услышим, что она говорит об этой своей страсти строить дома. Увлечения я люблю строить дома. Я бесконечно раньше всю жизнь строила дома. Один, два, три, четыре, пять, шесть, и вот на седьмом остановилась. Если не считать еще два кипрских. На седьмом, седьмой. Но все эти дома пошли сестрам, сыну, там, своим пошли. Я выбиваю эти самые рядышком, рядышком все участки. И мы так и живем, все рядышком. Но ведь это гонка, все время гонка, в том числе, чтобы вкладывать все время в эти дома, в эту стройку, Маргарита Николаевна. Это все время долго, и работа на износ из-за этого, из-за... При всем при этом она еще очень добрый человек, очень добрый. Я помню, что ты заговорила, у меня очень маленькие ноги, у нее тоже ножки, золушки. И она говорит, Ритуля, срочно ко мне приезжай. Ну, все готово было отдать. Вы понимаете, редкостной доброты человека. Стоп, про гонки. Давайте акцентер отставим. Мы постоянно говорим, куда она спешила, спешила, как будто ей нужно. Нет артиста успешного, кто бы отказался от предложения. Она не льдала, чтобы просить концерта. Она принимала предложения. А у нее были возможности, всегда были возможности. Поэтому была возможность строить дома. Особенно, когда в возрасте надо оставаться в обоиме, да. Мы пытаемся залезать в ее карманы, внести в эту дуру. Но это трагедия. Часто бывает, что артист зависимая профессия. И, может быть, эта гонка, она стала зависимой от этого. Да, действительно, наша профессия очень зависимая. И зависимо от того, что, действительно, предлагают, надо успевать. Потому что сегодня тебя приглашают, а завтра тебя просто никто не знает. Поэтому, слава богу, что ее приглашают и будут приглашать, дорогая Катенька. Мы тебя очень любим. А ты должна еще быть востребована, чтобы содержать свою семью и своих сестер. Мы зашли в больницу к пострадавшей сестре. Ради. Давайте увидим, в каком она состоянии. О чем? О чем? О чем? О чем говорите? Я все забыла легче. Еще пока не могу сказать. Пусть она к сестрам моим идет. Они в Первоградской лежат. Как она так наехала это вообще? Не видела, что мы едем. Пока вот за мной ухаживают, ничего пока не знаем. Как и что будет дальше? Ну, конечно, ужасно плохо. Видите, ее берегут. Ей даже не говорят о том, что погибла Татьяна. Да, Игорь? Не говорят. Здесь звучало о деньгах, которыми она содержит своих сестер. Неправда, она помогает и содержит это разные вещи. Да мы не даем ни в ту листов деньгах. Конечно. Возвращаясь к говорим. Маргарита Николаевна, но для них это, видите, даже не знает Рада о том, что Таня не встала. Нет, знает, знает. Нет, нет, но вот она нам сейчас сказала, что она не знает, что ее берегут. Извините, я не знаю, но я... Борис, вы услышали фразу, что сестра уверена, что на них наехали? Да, 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 да. Она не знает, что они съехали с дороги. Значит, не все, что на поверхности, это правда. Всегда, когда версия самая очевидная, как правило, из собственного опыта, она... Кроме того, звучало, что и Шаврина, и водитель Ауди оба ехали в сторону ООО из Москвы в область. Вот это вот интересный момент. Да, говорят, что она выехала на встречу. А еще озвучало, что два трупа, мне это не дает покоя. Неправда это. Так же, как и другие слуги про алкоголь и так далее. Мы не владеем этой информацией, это пока домыслы и сочинения. Очень много непонятного в этой истории. Я хочу сказать, что на нашей дороге, на Калужской, достаточно часто, и вот такие какие-то... Вот подтвердишь, что, да, происходит авария. И уже не первый год, огромное количество аварий. И в этом месте, в этом месте, в этом месте. Да, уже и светофоры, уже еще и вот люди, которые живут. У нас же там рядом кладбище, многие местные жители связываются с этим. Калужка вообще считается очень... Но вот если все-таки будет доказано, что она нарушила, пересекла две сплошные, какое наказание ей может грозить? Ну, здесь абсолютно очевидно, унесли жизни. И здесь, я думаю, наказание может до 3-5 лет быть. Если подтвердится, что... Пересекла, это еще не значит, что она виновата. Подождите, о чем вы говорите? Если у нее сеть, извините, отключилась, и она потеряла сознание. Да, ДТП, да. В данной ситуации мы говорим о том, если человек сознательно нарушил правила дорожного движения, развернувшись через две сплошные, тогда действительно это уголовное ответственность, уголовное ответственность. Конечно, в этой истории поставить точку только суд, но понятно, что главное наказание и страшное, не дай бог никому, она уже прожила это потерю сестры. Вот мы видели эти тюльпаны на концерте, а вот они уже в машине, в окровавленной машине. Так судьба делится на до и после. Здесь называли Екатерину Феоксистовну стержнем своей семьи. Мы верим, что и сегодня ее семья, ее друзья и близкие ее люди не оставят ее и поддержат. А в первую очередь все мы, зрители, которые ее любят, не оставят и поддержат ее в этой сложной период ее судьбы. Всего вам доброго. До свидания.